Привет, зрители! Я тут, шестой день, у нас сегодня воскресенье. Как ты знаешь, из телеги у меня наполовину выпал молочный зуб. А если ты еще не знаешь, значит ты просто еще не подписан на телегу. Но осторожно, зритель! В телеге я иногда позволяю себе бугуртить то, что стараюсь не позволять себе на канале. У меня тут были привезены еще в первый приезд, а может даже раньше, яблоки сушеные, но в пакетике была еще мята. Я подозреваю, что они вместе с мятой сухли на этом, на поддоне в сушилке. Ну и в итоге так и случилось. А я их сейчас залила из чайника кипятком и покрыла крышкой. Думаю, они постоят, а свечу их потом еще проварю, чтобы у меня был такой компотик. Потому что, когда я проснулась и было, ну глянула на градусник, ну где-то, я не знаю сколько было градусов, 6 часов, не смотрела. Но около 10 с чем-то было уже 27 градусов в теньке. Ну довольно-таки жарко. Мне тут в доме где-то всю ночь летала, не знаю каким образом проникла, большущая цветная жопа с ушами, то бишь бабочка. Я стала раззанавешивать, а она там как полетит по окну. Я вторую штучку не стала раззанавешивать. Хотя вот моя тетя считает, что когда жарко, то лучше вот это окно не раззанавешивать, на которое вот сейчас я направила камеру. Чтобы более жарко, ну чтобы тут было хотя бы слегка прохладно. На контрасте, допустим, с сенями, где жарко. Дверь вот как раз в сене ведет, я сделала однажды. Ну в смысле, я на днях разберусь вот в этой горке. А может быть даже завтра сделаю тебе обзор. Сегодня уже не буду, потому что тут бабочка. Я надеюсь, она к завтрашнему дню куда-нибудь денется, или кошка ее съест, или она сама куда-нибудь денется. Я тебе сделаю обзор этого дома, потому что так-то я делала обзор на телефон для приятеля, который совсем не ценит такого отношения к нему. И если взял трубку, то кладет ее, не попрощавшись. Без причины совершенно. Ну короче, я вчера ездила в сторону Степанова-Хамина. Хамина потом идет Степанова, а потом уже оттуда-то Прилук. В Прилуках я кое-что купила еды и сладкого. Учитывая, что зуб у меня где-то по дороге в Хамина Степанова начал отваливаться. Ну так вот, держится на какой-то там 1,8 хрен знает чего. Очень неудобно. Но я как-то приноровилась, даже зубы осилила почистить так, чтобы он там нигде не мешался. Я короче собрала, ну это ромашку я раньше собрала, еще немножко ромашку собрала на поле. Ну тут и ромашка в аптечной, и поповник. Это крупные такие ромашки, у нее листики даже немножко отличаются. Моей маман, помнится, нравился этот поповник. Вон там вот листья земляники в одном месте в прошлом году обнаружила цветы земляничные, землянику цветущую. Мне тетя сказала, что там всегда земляника была, и они в детстве ходили ее собирать. Я думаю, ну в лесочке она как бы уже почти созрела, она вот может даться съезжать туда, уездки на лесочек. По дороге она только еще зеленые ягодки пошли, ягодки просто. А тут она внезапно только еще цветочки только-только открыли. Я так удивилась, я думала, там как бы уже ягодки пошли. Ну, потому что там мне всегда казалось как-то более теплее, и там температура разнилась. И не то чтобы сильно разнилась, ну, погода, допустим, если тут вот было солнышко, то там мог пойти дождичек. Как-то так. В общем, я собрала вот ромашку еще чуть-чуть, листья землянички, и кипре внезапно обнаружила. Точнее, там как бы был кипрей, в прошлом году его хотела еще там собрать. В районе омута. Но пока собиралась, оказалось, что он уже так, это, в той кондиции, что уже нет смысла собирать. А тут я набрала, и довольно широкие даже листья такие длинные были, можно сказать, крупно листовой кипрей. Вот сейчас буду его на гамачке разделывать. Почему гамачок покрыт одной-второй пододеяльника и приделан прищепками, да, вот видишь, прищепки. Я его помыла, потому что птички в этом году впервые засрали гамачок. Я гамачок помыла, по совету тети, разделябила пододеяльник старый и покрываю на те моменты, когда на нем не сижу. Благодаря этому он не переворачивается внезапно, этот гамачок от ветра. У меня жасмин, когда в позапрошлую пятницу, получается, приезжала сюда с родственниками, они, пчела моя, жасмин снять. У меня случайно обломалась веточка, которая выросла на старой ветке. И мне стало жалко, я слегка срезала так, чтобы ровно было, и поставила воду, она до сих пор стоит. Но корни, вроде, пока еще не дала, но при этом она уже больше недели стоит. Изогнулась так сама, она изначально стояла на кухне, была высокая, видимо, ей так удобнее было стоять, чтобы изогнуться, равновесие держать. Тут у меня кефир на молоке полутора пациентном, от красной цены сделанный. Тут уже немножко я сейчас с творогом поела. А там у меня утиная шейка варится. С вечера. С морковкой, перловкой, карий и лавровым листиком.